уважаемые коллеги добрый день вы нас видите слышите да добрый день сегодня мы сейчас познакомились с проектами еще об этом расскажу но хотел бы начать с того что сегодня у нас важное в некотором смысле даже такое особое заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив предстоит определить цели задачи агентства на ближайшие три года зафиксировать ключевые направления работы которые должны стать логическим продолжением всей истории оси и с ее главных вех и хотел бы начать ровно 10 лет назад в декабре 2011 года агентство было поручено реализовать национальную предпринимательскую инициативу результатом стали не только современные регламенты и процедуры ведения бизнеса новые более эффективные процедуры переменные оказались гола гораздо более глубокими в регионах на местах действительно появилось больше управленцев которые принимают решения с учетом интересов запросов людей которые ведут свое дело поддерживая идеи отдельные проекты вы всегда стремились к опережающим системным изменениям когда говорю вы то обращаюсь конечно прежде всего к самому агентство так чемпионы рабочих специальности world skills переросли по сути говоря в целое общероссийское движение в новые программы профессиональной подготовки в широкую сеть дополнительного образования детей причем очень часто по профессиям будущего пользуясь возможностью хотел бы поздравить юниорское направление world skills а также команду проекта точка кипения с премиями общества знания за активную просветительскую деятельность считаю что эти награды свидетельство заслуг всего агентства в продвижении передовых подходов и взглядов в объединение вокруг единых ценностей большого сообщества людей готовых к переменам к участию в развитии своих городов регионов всей страны вот это очень важно было провести такую работу она проводится и дальше она производится сейчас как я вижу по проектам которые смотрели именно в объединении людей которые увлечены конкретным делом на это предприниматели ученые представители некоммерческого сектора и креативных индустрий конечно это молодые люди подрастающие поколения я нисколько не сомневаюсь что на новом таком же ярком эффективном этапе будущего развития агентства неизменной должна оставаться главная миссия а именно привлечение граждан к достижению наших национальных целей развития необходимо помогать им воплощать свои замыслы и инициативы сейчас как мы знаем по всей россии свыше четырех с половиной миллионов соратников и единомышленников агентство сейчас знаю что через три года агентство намерено увеличить это сообщество более чем вдвое до 10 миллионов человек да но это уже такая армия большая главное чтобы это были не формальные цифры и какие-то формальные показатели а действительно такое мощное сообщество сила деятельные активные люди способные внести содержательный вклад в общую национальную поездку в этой связи отмечу что с участием веба вижу вот руководство веба здесь руководители бы на на одном из экранов будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов а постоянной площадкой для сбора содержательных конструктивных предложений станет форум сильные идеи для нового времени так он называется предлагаю кстати провести его в первом квартале нового 2022 года этот форум далее только что на выставке я уже упоминал об этом мы посмотрели как работает цифровая платформа на которой собраны лучшие региональные практики они доказали свою эффективность помогают решать повседневные проблемы людей и прошу профильные комиссии госсовета вместе с агентством конечно выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах а правительство здесь много было в ходе нашего знакомства с нашего знакомства с проектами просьба обратиться к правительству поручить правительству там и так далее разработать вместе с правительством если обобщить сказать необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты в госпрограммы в том числе в области инфраструктурного развития надеюсь светлана мы с вами не забудем все что ребята там говорили предлагали нужно будет обобщить и соответствующим образом оформить в виде поручения безусловно нужно нужно делиться своими наработками и и самим быть открытыми для новых идей сейчас обращаюсь опять к агентству разумеется формировать команды и включать в свою орбиту единомышленников не только из нашей страны но и из других стран вижу что такая работа уже идет и это очень хорошо знаю что точка кипения уже начала свою работу в казахстане хотел бы услышать о других планах по расширению международного сотрудничества проектах на глобальном уровне потому что выход на за этим идет выход на рынке третьих стран а это всегда повышает конкурентно конкурентную среду а значит в конечном итоге будет повышать конкурентно способность вокруг агентства уже сложилась целая экосистема как сейчас говорят которая объединяет инициатива в социальной сфере в сбережении природы в подготовке кадров в создании передовых технологий но что хотел бы здесь отметить особо в центре и всей нашей государственной работы и в центре внимания агентства конечно должны быть люди человек его благополучие вот мы сейчас один из проектов смотрели там так оно все и обозначило обозначено человек в центре с его интересами запросами с его планами и так далее и так далее конечно вот по сути каждый проект должен так и выстраивать эти цели должны быть связаны воедино и во все программы красной нитью проходить по всем программам и проектам агентство нужно сконцентрироваться на работе в регионах безусловно помогать управленческим командам на местах добиваться зримых перемен в работе школ поликлиник больниц учреждений социальной защиты учитывать запросы жителей и их предложения ну собственно говоря так и выстраивается надеюсь так и будет на не только на бумаге но и на практике рассчитываю также на весомый вклад кстати говоря здесь ну вот правительство от правительства зависит тут мы сейчас говорили там по детскому питанию в школьных столовых по бесплатному там и так далее и так далее по некоторым изменениям в действующие законы законы нужно обязательно вот надо этим будет поработать потом рассчитываю также на весомый вклад оси в создание в субъектах федерации новых центров развития формирование современной городской среды в продвижении отечественных технологий так называемых зеленых технологий природосберегающих решений в сфере энергетики и строительства в том числе в рамках вашего нового системного проекта национальной экологической инициативы здесь сразу хочу отметить вижу здесь и сотрудников администрации и министров одна из просьб была коллег которые представляли свои проекты изменения в закон внести который позволял бы относить компетенции регионов промышленные находы в частности в частности строительные находы иначе регионы просто не могут регулировать эту сферу деятельности там есть над чем работать и регионы хотят это делать а им они занимаются как правило только жилищно-коммунальными отходами а строительными нет они не могут там должным образом сразу развернуться я вижу что министр экономического развития сразу записывать я хочу вас поблагодарить надеюсь что мы доведем это до до логического завершения как мы и договаривались будем постоянно наблюдать за динамикой показатели национального рейтинга качества жизни это идея оси оценить интегральные результаты усилий региональных команд по повышению качества жизни конечно очень важно и нужно ее поддержать летом на петербургском экономическом форуме мы говорили о первых предварительных итогах этого проекта сегодня посмотрим как после обработки всего массива данных обстоит положение дел в конкретных субъектах федерации далее важнейшая задача агентства помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире и здесь главное чтобы получение дополнительных навыков и компетенции означало повышение реальных доходов человека именно в такой логике прошу агентство запустить удобные обучающие форматы в том числе для тех граждан кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя в хорошем смысле этого слова вести трудовую деятельность как самозанятый также обращаю внимание центра молодежных инициатив агентства на то что нужно и дальше формировать именно целостную современную среду для развития детских юношеских предпринимательских и технологических команд тем более вот мы видели примеры когда подростки по сути совсем молодые люди стремятся к предпринимательской деятельности и очень хорошо стартует стартапы прекрасный получается а в горизонте десятилетия добиться успеха не только внутри страны но и выйти с соответствующими проектами на глобальные и наконец еще одна важная задача вместе со своими единомышленниками вы должны обязательно анализировать как будут развиваться технологии общественные социальные проекты и процессы на где на глубину 20-30 лет а может быть и дальше это очень важно для того чтобы правильно выстраивать свою собственную работу такое видение картина будущего имеет огромное значение именно прикладное значение уже сейчас в нашем бурно меняющемся как я уже сказал мире она задает ориентиры помогает многое переосмыслить своевременно ответить на возникающие вызовы под другим углом взглянуть на сегодняшний день это важная в том числе просветительская работа которая имеет высокую ценность и уверен необходимой стороне и обществу ну давайте перейдем к рассмотрению наших вопросов сегодняшней повестки дня светлением итальянные слова пожалуйста спасибо большое уважаемый владимир владимирович уважаемые члены наблюдательного совета владимир владимирович вы отметили то сообщество людей которые сегодня объединяются вокруг агентства стратегических инициатив тех проектов которые инициируют сами лидеры проекта для этих людей мы работаем для неравнодушных те кто готов давать свои ресурсы вкладывать свои возможности в проектирование развития территорий городов и регионов формируя стратегию агентства на ближайшие три года мы исходили прежде всего как раз из приоритетных запросов наших граждан чтобы у каждого в нашей стране была возможность проявить себя реализовать свою идею свой проект нужно объединить ресурсы государства и негосударственного сектора использовать самые лучшие решения в интересах человека в этом и видим свою главную задачу стратегии мы сформулировали для себя 6 ключевых направлений первое это повышение качества жизни людей в регионах второе возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше третье экологическая климатическая адаптация четвертое развитие новых технологий их использования на благо человека пятое повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста и шестое это социально-экономическое проектирование исследования и аналитика для принятия управленческих решений эти направления стали основой для конкретных инициатив расскажу о них подробнее национально-социальная инициатива ее цель повышение удовлетворенности граждан услугами и сервисами которые им оказывает государство а в конечном счете речь идет о получении качества жизни какими инструментами здесь пользуемся первое это изучение конкретных жизненных ситуаций клиентских путей которые человек проходит при решении той или иной проблемы либо получении жизненной ситуации второй инструмент это рейтинг качества жизни о котором вы уже сказали который позволяет нам видеть лучшие практики в регионах по основным направлениям которые влияют на качество жизни человека видеть слабые места те проблемы и барьеры которых говорят люди в регионах а самое главное запускать механизм изменений и обмена лучшими практиками надеемся что этот механизм также сработает эффективно как рейтинг инвестиционной привлекательности и третий инструмент который мы используем это хотим использовать это регулятивные песочницы которые позволяют нам опробировать новые технологии новые цифровые решения которые влияют на качество жизни человека а также новые управленческие практики и модели в части финансирования страхования мотивации здравоохранения в образовании в социальной сфере как вы нам и поручали владимир владимирович мы в разных регионах встречались с жителями которые обращаются ежедневно в государственные учреждения за поддержкой помощью а также за решением жизненных ситуаций узнали о тех проблемах и барьеров с которыми люди сталкиваются поговорили со всеми специалистами работниками социальной сферы это помогло понять с какими запросами туда чаще всего обращаются граждане и какие у них возникают сложности наша задача сформировать список самых различных жизненных ситуаций с которыми человек сталкивается на протяжении жизни определить проблему с которыми человек встречается при получении помощи от государства в этих жизненных ситуациях и создать максимально удобный путь для их решения мы как раз в рамках выставки показали 81 жизненную ситуацию здесь очень важно что жизненная ситуация она не охватывается только государственными сервисами и услугами и здесь как раз очень важно обеспечить вот эту бесшовность и взаимодействие с частным сектором с некоммерческим сектором для лучших услуг и сервиса для сила для человека и для семьи у нас сегодня 51 регион участвует в этой работе регион организует при губернаторе проектный штаб проектный офис куда входят все руководители профильных ведомств курирующих социальную сферу эксперты жители активные которые готовы участвовать в этой работе специалисты отрасли специалисты здравоохранения образования коллеги вместе рассматривают те проблемные жизненные ситуации о которых говорит население люди в регионе и уже вместе проектируют в том числе на основе лучших практик а тут лучший удобный клиентский путь который позволяет человеку решить ту проблему с которой он обращается один пример такого грамотного решения может изменить буквально все я хочу привести вот пример свердловской области ежегодно в россии рождается две с половиной тысячи детей синдромом дауна и 85 процентах мама отказываются от этих детей в роддоме в свердловской области благодаря активному взаимодействию министерства здравоохранения региона и с социальными некоммерческими организациями был разработан порядок медико-социальной помощи ребенку и семье в этой ситуации был разработан протокол объявления диагноза протокол исследований протокол маршрутизации которая позволяет комплексно поддержать помочь семье и сопроводить семью уже по итогам выписки из роддома этот протокол подписан приказом регионального министерства здравоохранения хочу сказать что это был первый в россии вообще документ подобного уровня и вот результат сегодня в регионе отказных детей синдромом дауна нет 11 детей которых родители оставили они забрали их обратно ведь если мама знает какие шаги ей предстоят после рождения ребенка синдромом дауна она будет чувствовать себя спокойнее будет меньше стресса значит и меньше вероятности что она решится оставить своего ребенка важно понимать что такой протокол может применяться не только в случаях синдромом дауна но и при других особенностях у ребенка это конкретный пример конкретной жизненной ситуации которая касается сотен тысяч семей в нашей стране и очень важно что это решение уже пять регионов взяли как лучшую практику к себе для реализацию очень важно чтобы вот такая практика была реализована также на федеральном уровне владимир владимирович это важно делать но вот я вижу андрей романович он конечно не имеет отношения прямого к медицине но все-таки возьмите пожалуйста и потом председателю доложить надо своевременно это понятно то что вы сейчас сказали важно нужно своевременно делать анализы проверки скрининги делать на ранних стадиях беременности вот что надо делать в россии это та тема которой заниматься министерство здравоохранения всему социальному блоку нужно уже основательно и на уровне региона как раз владимир владимирович в том числе в рамках вот этого протокола это как но обязанность медицинских учреждений там закреплена и все необходимые инфраструктуры для этого нужно современные использовать методики это как раз пример где удалось решить проблему благодаря объединение ресурсов государства негосударственного сектора и вот это совместное проектирование сработало оно работает и для других жизненных ситуаций например доставка лекарств владимир владимирович вы в двадцатом году разрешили дистанционную торговлю без рецептурных рекорд что стало серьезным таким подспорьем семьям людям которым необходимо лечение в период пандемию вы в этом году поддержали эксперимент по дистанционному заказу рецептурных препаратов сейчас этот пилот должен запуститься в трех регионах это москва белгородская область московская область что здесь важно что что это дает для человека тоже очень яркий пример взаимодействия государственных сервисов государства и частных частных платформ когда есть такой сервис электронный рецепт когда человек у нас сегодня чтобы получить рецептурное лекарство в аптеке необходимо иметь бумажный рецепт и только тогда тебе дадут это лекарство в аптеке и вот из-за одного бумажного да там рецепта человеку необходимо записаться к врачу отстоять очередь да там получить эту бумажку это 21 век вот система электронный рецепт она позволяет во время приема уже получить да свой электронный рецепт в приложении есть qr-код где ты вообще можешь отслеживать все назначения которые тебе дает врач в любой аптеке ты вот в этих пилотных регионах ты можешь получить необходимое тебе лекарство к этой системе подключено могут быть подключены медицинские организации фармацевтические организации страховые компании это конечно абсолютно иная возможность и качество сервиса для человека удобства а если мы говорим о в том числе дистанционной доставки рецептурных препаратов то это в том числе позволяет человеку уже не ходить в аптеку а дома на работе заказать необходимую доставку тебе его привезут сейчас важно в рамках этого пилота отработать все алгоритмы зафиксировать все эффекты и результаты и важно чтобы эта практика могла быть распространена уже с 23 года во всех субъектах российской федерации хочу сказать что это важно для каждой семьи сама недавно столкнулась такой ситуации когда были на карантине с детьми врач пришел вечером выписал антибиотик что ребенка была температура под 40 пока не запущен был пилот мы не смогли заказать это рецептурное лекарство дистанционно а выехать не могли антибиотики снимают температуру на нас еще были осложнения которые требовали ну там бронхиальные истории да и нужно было в том числе назначение антибиотика потому что оперативно можно было бы решить этот вопрос если бы пилот уже работал поэтому хочу сказать что да это очень важно помощь жильем многодетным семьям понятно что основной игрок здесь государство но весь жилищный процесс может сопровождать негосударственная цифровая платформа как портал дом клик сбера это уже вам показывала на нашей ромашке вокруг человека где представлены сервисы от поиска недвижимости оформление ипотеки до регистрации прав на квартиру а государство здесь подключается в этой ситуации когда действительно человек семья оказывается в тяжелой жизненной ситуации как пример например родитель который остался один и воспитывает двух или больше детей и здесь ему необходимо в том числе социальная поддержка и финансовая поддержка от государства именно поэтому мы предлагаем выработать единые правила взаимодействия негосударственных и государственных поставщиков услуг интеграции разных цифровых платформ если государство создает густех который объединяет все государственные базы данных и сервисы обеспечивая тем самым простоту удобства для человека пользоваться всеми социальными услугами льготами возможностями которые дает государство его ситуации то надо дать возможность работать с ней и частником для построения лучших клиентских путей по жизненным ситуациям для человека чтобы например заходя на густех я могла оформить подать заявку на социальные выплаты на материнский капитал и тут же найти ту необходимую недвижимость которая мне подходит оформить кредит и зарегистрировать уже полученную собственность в рамках кредита тестируем и новые финансовые инструменты для социальной сферы например гранты по проектам социального воздействия впервые в россии такую работу начал в прф проекты реализуются целиком за счет частных средств а потом когда эффект можно доказать получает полный возврат инвестиций из бюджета это позволяет получить доказанный результат для человека а не отчитываться койками и метрами о чем вы всегда владимир владимирович говорите как изменилось качество жизни человека оси готовы выступить оператором проектов социального воздействия вместе с вебом искать такие проекты обеспечивать их сопровождение и независимую оценку их результатов три проекта такие уже запущены вебом мы сейчас как раз вот на платформе смарт-тека по социально-экономическим практикам еще семь проектов структурируем под данный механизм хочу сказать еще об одном инструменте поддержки таких социальных проектов это фонд поддержки социального предпринимательства который тоже был создан по вашему поручению агентством стратегических инициатив запущен я хочу сказать что здесь нас тоже в этой работе поддержало правительство москвы буквально там несколько недель назад москва вошла в соучредители этого фонда декапитализировав его это дает нам абсолютно другие возможности в части грантовой поддержки социальных предпринимателей проектов социального воздействия важных в сферах образования социальной помощи и здравоохранения и третий инструмент социальной инициативы это регуляторные песочницы для социальной сферы которые мы предлагаем это как раз возможность пилотировать новые модели новые управленческие практики в сфере образования здравоохранения и социальной поддержки что имею в виду владимир владимирович у нас есть 258 федеральный закон об экспериментальных правовых режимах который позволяет нам тестировать технологические проекты цифровые решения в том числе которые влияют на качество жизни человека просили бы расширить направленность этого возможно федерального закона чтобы позволить опробировать решения которые лежат в плоскости финансирования страхования и мотивации такие проекты и практики реализуются активно за рубежом и в соединенных штатах сингапуре в европе это дает возможность в такой чувствительной сфере как социальная сфера не сразу махом внедрять какие-то решения а попробовать либо на нескольких организациях одной организации на одном регионе нескольких регионов замерить получить эффективность эффекты уже вместе с правительством потом думать как это включать в общее регулирование если позволите Владимир Владимирович с министерством экономического развития такую работу ведем совместно готовы уже такие первые проекты проработать и обеспечить их реализацию в части пилота второе направление нашей стратегии это возможности для ранее профессиональной ориентации обучения-переобучения так называемая кадровая инициатива работу мы условно разделили на три блока дополнительное образование поддержка молодежного предпринимательства и программы для людей всех возрастов здесь очень важно у нас сегодня дополнительное образование одно из лучших в мире но мы делаем акцент на большей возможности профессионального самоопределения для школьников о чем тоже говорили вам на выставке и показывали проекты в этой сфере здесь важно обеспечить единую рамку с точки зрения и методологии разработки и верификации контента программ подготовки кадров при этом отличные программы есть сегодня как в государственном так и не государственном секторе здесь тоже видим направление где вот совместное проектирование может дать эффект когда привлечем в эту работу и авторов методик и преподавателей и компаний работодатели готовы собрать такую модель открытого дополнительного образования и представить вам результаты о поддержке молодежного предпринимательства рассказывали вам на выставке в регионах привлекаем молодежь в проектирование проектов развития в проектную деятельность по социально-экономическому развитию субъектов ребята знакомятся с разными промышленными производствами с социальными объектами вместе с наставниками предлагают и реализуют и запускают свои проекты также помогаем тиражировать проекты которые направлены на повышение компетенции предпринимательства предпринимательской деятельности очень важно что здесь такими учителями наставниками являются уже сами успешные предприниматели которые сами запустили свой проект прошли через ошибки что-то получалось что-то нет и готовы делиться таким опытом это такие проекты как фабрика предпринимательства из Татарстана в Удмурте очень хороший проект школы бизнеса наша задача здесь поддерживать такие проекты и обеспечивать их реализацию во всех субъектах Российской Федерации и наконец будем поддерживать программы для граждан всех возрастов чтобы каждый человек мог получить специальность востребованную на рынке труда третье направление изменение кремата экологическая инициатива новое тело у нас стратегии звучит впервые участившиеся наводнения пожары температурные аномалии стали фактом с которым надо считаться вы неоднократно об этом Владимир Владимирович говорили говорили о необходимости регионам сегодня вести такую работу разрабатывать планы по климатической адаптации чтобы максимально минимизировать человеческие потери экономические потери в регионах которые подвержены катаклизму здесь свою задачу видим в поиске таких лучших и международных практик российских практик включение их уже в программы климатической адаптации на уровне муниципалитетов и регионов а самое важное в поиске тоже и поддержке проектов которые работают на это направление на выставке вы видели примеры проектов экополис айкумена которые заявлены как раз такие как центры пилотирования в регионах новых проектов по регенеративной экономике по проектам зеленых технологий с них нашу работу начинаем и подобные проекты будем поддерживать и разворачивать Сергей Борисович Иванов поддерживает эту работу и тоже вместе с нами ее ведет четвертый блок стратегии национальная технологическая инициатива эта тема вам хорошо знакома но сейчас помимо поддержки технологических команд на начальном этапе мы хотим пойти дальше помогать им превращаться в глобальные компании о чем вы тоже Владимир Владимирович заострили внимание Дмитрий Песков расскажет подробнее о наших результатах и планах по НТИ пятый блок региональное развитие что здесь планируем на основе анализа экспертных оценок вовлечения здесь и молодежи и людей всех возрастов активных которые хотят участвовать в проектировании проектов развития региона проектов развития городов бизнес который готов тоже участвовать в этой работе по сути формируем и карты будущего развития и новые уникальные миссии смыслы для городов для регионов новые точки роста для регионов такую работу ведем вместе с Максимом Станиславовичем Орешкиным в несколько регионов уже съездили Владимир Владимирович в рамках такой работы это и Мордовия Хабаровский край Северная Осетия встречались с бизнесом тоже с жителями региональной команды и спроектировали несколько таких проектов важных для населения для улучшения инвестиционного климата в регионах губернаторы вам об этих проектах докладывали шестое направление это как раз прогнозирование форсайт работа мы показывали вам сегодня результаты летнего образовательного интенсива архипелаг который прошел в Великом Новгороде где мы попробовали заглянуть за горизонт и понять а что ждет нас через сто лет безусловно понимая риски и тренды глобальные мы уже сегодня можем проектировать те инициативы и проекты которые обеспечат нам конкурентное преимущество и которые обеспечат нам те технологии которые помогут справиться с этими рисками Владимир Владимирович коллеги ОСИ за 10 лет отработала целую технологию от получения запроса идеи разработки модели реализации запуска пилота до превращения этой идеи в стратегическую инициативу а как мы знаем любая инициатива это всегда изменения а изменения тяжело внедряются и принимаются и мы надеемся что вместе с правительством объединив ресурсы государства и негосударственного сектора нам удастся и в дальнейшем внедрять решения которые повышают качество жизни человека в каждом уголке нашей страны наша стратегия на это направлена прошу поддержать а что спасибо большое я прочитал еще дополнительно коллеги сейчас выскажутся тоже дамитрий николаевич пожалуйста уважаемые коллеги национальная технологическая инициатива как экспериментальная система работает пять лет у нее на старте было три уникальные особенности которые отличают от остальных госпрограмм первое первое это работа с инициативами снизу то есть ставка на сообщество а не на директивный метод сверху второе это эксклюзивные условия для российских технологических команд с глубокой почти фундаментальной наукой и третье в НТИ мы не держимся за результаты и отдаем их крупным игрокам и начинаем новый экспериментальный цикл это наверное три ключевые особенности сегодня я хотел бы впервые поделиться ключевыми цифрами по результатам которые за эти пять лет достигнуты смотрите сколько мы поставили на это фактически что такое НТИ это ставки России на новые рынки на которых нет стандартов и правил которые стартуют с нуля и где еще ничего не определилось за пять лет мы как государство проинвестировали около 50 миллиардов рублей еще порядка 50 миллиардов рублей было привлечено частным бизнесом на вот эту вот самую раннюю самую сложную стадию когда есть идеи и есть люди и надо превратить их в технологии насколько сыграла наша эта ставка первое как кажется мы точно облилили рынки то есть рынки на которые мы сделали ставки сегодня растут в мире и в России в среднем 20-30 процентов в год то есть рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов растет сегодня на 25 процентов в год пять лет назад в России было около пяти компаний которые могли делать мукурентоспособную парадоксу сегодня их около 25 то есть мы выросли за пять лет примерно в пять раз второе в 20-21 году на наши рынки пришли крупные частники экосистемы Сбербанка Яндекс МТС крупные крупные игроки которые примерно удесятилили нашу ставку то есть далее примерно в те же направления ну наверное в 10 раз больше как это работает на примере конкретно в 2018 году когда помните у нас еще даже стратегии по искусственному интеллекту не было мы проинвестировали на ранней стадии в пять медицинских платформ искусственного интеллекта сегодня это пять из семи платформ которые существуют на рынке занимают около 90 процентов что с ними случилось во одну компанию проинвестировал Герман Росович Греф который здесь присутствует около миллиарда рублей во вторую компанию около 150 миллионов рублей проинвестировал российский фонд прямых инвестиций в третью компанию около 130 миллионов рублей проинвестировал группа веб и банк россии вот примерно в такой логике значит мы сделали результаты отдали их крупному бизнесу или крупным госкорпорациям и там они работают уже на новом системном на новом системном уровне технологии по искусственному интеллекту стали значительной частью основ программ по цифровой экономике беспилотники стали заделом для разворачивания технологических проектов маяков квантовые коммуникации наши два центра стали основой по соглашениям с крупными госкомпаниями вы знаете у нас РЖД теперь и Росатом за это отвечает сегодня происходит похожая история с энергопереходом наша ставка на водородные топливные элементы пять лет назад сыграла и сегодня стала наверное ключевой историей и четвертый признак который как нам кажется свидетельствует об успешности нашей ставки это международный запрос только за этот год к нам обратились коллеги из правительств Казахстана Узбекистана Сербии Ирана Южной Кореи и Китая с запросами на тиражирование тех решений которые у нас достигнуты это конечно требует очень серьезного внимания видимо в том числе вашего для того чтобы принять ключевые решения по государственной политике в этой сфере вот буквально недавно обратились коллеги уже из ОДКБ в рамках создания нового венчурного фонда ОДКБ на стыке оборонных и гражданских технологий с использованием наших результатов нам кажется что эту логику необходимо продолжить в ближайшие три года и мы хотели бы сделать на следующей вещи ставку мы сегодня как экосистема довольно большие там больше трех тысяч компаний 600 миллиардов оборотов вроде бы не много но с другой стороны раньше их не было вообще самая большая наверное единственная сеть технологического развития которая есть почти во всех регионах страны 140 точек кипения до конца года у нас будет очень быстро растет но этого категорически недостаточно у нас в стране все равно очень мало стартапов работа развернута сегодня в правительстве на уровне министерства образования который нас очень поддерживает во всей этой работе но людей не хватает компетенций особенно в фундаментальных направлениях в физике в химии в электрохимии критический дефицит Владимир Владимирович мы считаем необходимым через вот проект который увидели сегодня на выставке сетевой университет фундаментальных технологий распаковать потенциал еще советских наукоградов и атомных городов и просим вас поддержать инициативу проработать в ближайшие полгода с министерством образования науки и с Росатомом вместе создание именно такой сетевой формы раньше было бы дорого сегодня цифра сети позволяет сделать это значит дешевле ну и конечно будет гигантский социальный эффект потому что молодые ребята молодежь она захочет оставаться в Макоградах и в атомных городах это будет большой стимул для их развития там второе конечно нам не хватает технологических команд когда мы видим что у нас по водороду ну откровенно говоря одна технологическая компания в стране сильная а из-за ней все стоят в очередь а понятно что у наших конкурентов и партнеров их там десятки и сотни надо резко увеличить предложения на этом рынке мы научились собирать команды под задачи на наших так называемых островах архипелагах то что мы сделали летом в Великом Новгороде в следующем году мы бы хотели вам вживую показать эту технологию обсуждаем специализацию на рынках персональной еды и медицины в Севастополе летом следующего года хотели бы вас пригласить и показать как это работает изнутри но конечно не хватает предложения надо научиться выращивать этих единорогов считается что это волшебный зверь ты его встречаешь случайно в лесу но конечно здесь присутствующие люди знают что это неправда что это вполне себе индустриальная технология их научился выращивать США потом научился Китай в этом году научилась Европа Европа за 2021 год в четыре раза увеличила количество своих единорогов за один год то есть это еще раз всего лишь простая технология частично задачи решаются у Андрея Ремича в инициативах правительства по маякам но все-таки хотели бы попросить вашего внимания по приоритетным отраслям по распределенной энергетике по топливным элементам по автомобильным данным по гражданским беспилотникам посмотреть чуть глубже где-то снять барьер иногда не все можно сделать на уровне правительства ну и фактически эти единорогов надо кормить и выгуливать вот все-таки чуть больше свободы тогда они быстрее набирают вес и растут и как я уже говорил очень важно не просто экспорт стимулировать а вместе с другими странами создавать технологические альянсы которые обеспечивают суверенитет на этих новых рынках и вот эту работу мы считаем необходимым сегодня уже начать системно организовывать последнее климат создает очень существенные риски огромная работа делается сегодня но нам кажется что все-таки вот классический западный подход про выбросы про углеродную нейтральность очень предвзятый однобокий ЕСЖ и все остальное правильные вещи но создают сложные долгосрочные риски нам кажется принципиально важным в методике на уровне подходов к организации работе науки и технологий выделить новый класс фактически климатических технологий Владимирович вот мы сейчас видим что самые крупные компании в мире самые капитализированные это IT-компании это ненадолго следующая волна это климатические компании которые умеют управлять природными процессами и это главное с нашей точки зрения большая стратегическая ставка на ближайшие десятилетия нам кажется что именно с мощью наших российских фундаментальных технологий нам необходимо сделать большой задел на ближайшие годы на развитие в эту сторону для этого вот эту работу с долгосрочным прогнозом в рамках оси инститализировать и максимально развернуть большое спасибо доклад закончил хотелось бы понять все таки правильно ли мы двигаемся продолжаем ли мы эксперимент что необходимо поменять улучшить добавить большое спасибо правильно дмитрий николаевич точки новые реперные вы расставили задачи мне кажется все очень правильно согласен полностью значит по поводу городов наукоградов то что вот на выставке посмотрели очень интересно и хорошие сетевые университеты в некоторых местах они уже внедряются по сути дела проект такие создаются так что обязательно будем поддерживать так теперь давайте по оценкам усилий региональных команд по созданию качественной среды для жизни граждан да светлана витальевна хочу представить владимир владимирович результаты рейтинга качества жизни ежегодно на петербургском международном экономическом форуме вы говорите о лидерах инвестиционного рейтинга а в этом году упомянули другой рейтинг качества жизни который по вашему поручению мы также начали делать для всех субъектов российской федерации цель рейтинга качества жизни создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей рейтинг дает объективную картину того как человек живется и помогает выявить области для улучшения определить ориентировки в рейтинге оцениваются десять важных для каждого человека направления это медицина образование жилье инфраструктура потребление и досуг чистота и экология инклюзивность и равенство безопасность государственные услуги и сервисы социальная защита возможности для работы и своего дела всего 161 показатель из них 77 то есть почти половина опросных методологию рейтинга мы подробно разобрали и согласовали по вашему поручению с комиссией госсовета по государственному муниципальному управлению спасибо большое Сергею Семеновичу собянину который здесь помогал нам его команда в части коммуникации тоже со всеми субъектами Российской Федерации кто входит разбирали методологию показатели анкеты как формируется база респондентов чтобы действительно была объективность в этом инструменте самое главное чтобы это стало таким серьезным для региона управленческим инструментом для изменений к лучшему рейтинг проводился по всем регионам и теперь он станет ежегодно для первого рейтинга просили почти 42 тысячи человек разного пола возраста семейного положения жителей городов и сельской местности хочу назвать первую десятку Владимир Владимирович в десятку лидеров по качеству жизни вошли Москва Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Югра Санкт-Петербург Республика Татарстан Ямало-Ненецкий автономный округ Белгородская область Чувашская республика Севастополь Тульская область по некоторым номинациям тоже обозначу те регионы которые вошли в пятерку лидеров по медицине лидеры Москва и Санкт-Петербург по образованию в первой пятерке помимо столицы Тюменская Белгородская Рязанская области Республика Мордовия по направлению инклюзивности равенства в пятерке Севастополь что мы видим что уровень так называемого богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения а не объем бюджетных средств Рейтинг выявил существенные различия по отдельным показателям в сопоставимых субъектах Помните Владимир Владимирович, когда я приходила с этой идеей мы показывали результаты рейтинга инвестиционного как он сработал за 6 лет в регионах когда в первый год у нас была огромная разница во всех документах получения разрешений всевозможных для предпринимателей и как за 5 лет у нас вот этот хвост регионов который был с плохими показателями достигли лучших значений и вот здесь мы тоже видим что огромные разрывы между как статистическими показателями так и показателями удовлетворенности причем даже сопоставляли их с точки зрения бюджетной обеспеченности то есть брали регионы которые находятся скажем так в одинаковой ситуации так и вот между ними разница в разы например ожидание плановой госпитализации в стационар различается в 4 раза между регионами с одинаковой финансовой обеспеченностью а максимальное значение по стране 71 день то же самое касается получения технических средств реабилитации получение оформления инвалидностей где-то это до 90 дней достигает показатель доля выпускников СПО сдавших демонстрационный экзамен варьируется от 10 до 76 процентов в разных регионах доля злокачественных новообразований выявленных на начальной стадии отличается между регионами в два раза это еще раз подтверждает вывод о том что дело не в деньгах каждый регион сможет сам проанализировать свои результаты мы уже передали всю информацию губернаторам включая минимальные и максимальные значения среди возможных для сравнения то есть регион видит свое значение по 161 показателю и может посмотреть какие лучшие в стране у нас и как он вообще соотносится относительно других регионов это дает возможность увидеть свои слабые сильные стороны и разработать план действий как исправить ситуацию только так можно увеличить приверженность человека своему региону иначе в погоне за лучшей жизнью этот человек уедет оси со своей стороны готовы собирать и передавать лучшие практики в сфере повышения качества жизни также полезным инструментом может стать программа образования региональных команд владимир владимирович мы такую программу вместе с ранхиксом по вашему поручению при запуске инвестиционного рейтинга запустили она идет каждый год проходит очень важно что удалось в рамках этой команды я помню что многие губернаторы тогда говорили что есть часть показателей в рейтинге за которые они не отвечают а которые находятся в ведении федеральных ведомств тот же росреестр налоговая но так или иначе предпринимателю это все равно он же получает услугу на месте в регионе и вот благодаря в том числе образовательной программе удалось в команды собрать как раз и представителей региональных органов власти и руководителей террорганов федеральных органов власти они начали работать вместе у них по сути задача стала одна улучшить инвестиционный климат в регионе и поэтому здесь конечно в том числе федеральные органы быстрее шли навстречу в регионах и тоже донастраивали это вместе с региональными командами вот мне кажется что тоже было бы полезно такую же программу запустить для управленцев в социальной сфере руководителей организаций руководителей региональных ведомств которые занимаются этой работой если поддержите Владимир Владимирович готовы здесь тоже и с РАНХИКС и с Выше школы экономики там с правительством отработать хорошо в завершение хочу отметить что интерес к нашей работе в том числе по рейтингам вы уже заметили проявили коллеги из СНГ общаемся здесь с коллегами из Казахстана Узбекистана уже подписаны там соответствующие там соглашения мы с коллегами обменялись методологией уже организовали встречи руководителей наших субъектов с руководителями регионов наших стран партнеров смотрим как этот инструмент донастроить чтобы могли пользоваться им вместе Дмитрий Песков уже сказал что открыли точку кипения и Вы это отметили в Казахстане в университете первое в Узбекистане планируем в следующем году Владимир Владимирович открыть точку кипения это дает нам возможности уже для больше для совместных таких проектов и по проектированию по улучшению инвестиционного климата и повышению качества жизни в наших стран ну а также самое важное таких общих проектов важных и для нашей страны а также важных бизнес-контактов в том числе партнеров стран СНГ спасибо за внимание спасибо Сергей Семенович пожалуйста добавите что-то привет Владимир Владимирович в начале несколько слов по поводу проекта который Светлана Витальевна назвала в Москве электронные рецепты внедрены они работают во всех поликлиниках сейчас мы двигаемся к следующему этапу дистанционная торговля доставка по электронным рецептам лекарствам надо мы выходили к вам с такой инициативой вы ее поддержали дали правительству про отработки эксперимента в этой области он чувствительный сложный но необходимый мы вместе с правительством отработали проект федерального закона и я надеюсь что в ближайшее время он войдет в Государственную Думу и примет и мы начнем практическую реализацию этой идеи что касается нового рейтинга оси Владимирович вы помните как коллеги помнят как сложно продвигался первый рейтинг связанный с инвестиционным климатом много было всяких нюансов сложности не могли его настроить вот этот рейтинг социальный по сути дела рейтинг качество жизни он тоже сложный и казалось бы вообще про другое на самом деле эти два рейтинга тесно связаны потому что качество жизни отношение к человеку определяет приверженность человеку к тому или иному региону городу а соответственно притягивает туда инвестиции это абсолютно две стороны одной и той же медали поэтому очень правильно наверное что оси перешло от инвестиционного рейтинга к рейтингу социального качества жизни тоже непростая история по вашему поручению мы отработали субъектами Российской Федерации реализовали и включили и поправили порядка четырехсот предложений и субъектов их отработали вместе с оси доработали рейтинг и он теперь более сбалансирован в том числе Владимир Владимирович с учетом целей национальных проектов мы хотели чтобы это было не какие-то движения в разные стороны а тот рейтинг который делает оси и национальный проект и критерий по национальным проектам были синхронизированы на мой взгляд нам удалось это сделать и Светлана Витальевна об этом доложила уже первый пробный такой рейтинг подведет что коллеги предлагают все равно необходима дальнейшая доработка его кто-то не согласен с этим кто-то согласен но в общем общий концепт все равно есть ежегодно после подведения рейтинга смотреть насколько он адекватен насколько объективен и постепенно его доработать дорабатывать и совершенствовать мы договорились об этом и Светлана Витальевна и с коллегами я думаю это будет правильное решение каждый год рассматривать его механизмы его дорабатывать это будет действительно один из фундаментальных рейтингов нашей страны по оценке деятельности органов государственной власти потому что конечно статистика это хорошо формальные показатели хорошо но самое главное это отношение граждан тому что мы делаем спасибо Владимир Владимирович хорошо то есть вы поддерживаете хорошо спасибо Игорь Иванович Игорь Иванович Шувалов уже несколько раз звучало ваше учреждение которое вы сейчас возглавляете веб пожалуйста да спасибо здравствуйте уважаемый Владимир Владимирович уважаемые коллеги по поводу представленного проекта стратегии оси экспертный совет в котором я работаю представляя наблюдательный совет мы рассматривали представленный документ Владимир Владимирович мы поддерживаем его принятие и считаем что при такой стратегии оси удастся как большой сетевой организации в российской федерации добиться больших успехов поскольку вы поставили задачу подготовиться как следует к форму сильной идеи для нового времени в первом квартале будущего года мы тогда берем на себя ответственность вместе с экспертом сообщества со специалистами подготовиться по субстанции и по предмету обсуждения на этом форуме будем работать и с правительством и с администрацией президента мы по повестке оси постоянно работаем с министром экономического развития и с вашим помощником по экономике и в этом смысле нам эта работа понятна и достаточно привычна и нам здесь также предстоит большая работа по предпринимательскому климату неоднократно упоминала сегодня и вообще у нас это хороший очень опыт национально-предпринимательская инициатива свое время Андрей Никитин который здесь присутствует и Андрей Иванович Белоусов эту работу начинали возглавляли и действительно результаты по этому проекту впечатляют сегодня настало время заняться другими проектами которые будут улучшать национальный предпринимательский климат как вы знаете рейтинг предпринимательского климата который раньше существовал при всемирном банке теперь не существует и в этом смысле нам даже лучше самим представить национальный рейтинг который нас будет по этому климату продвигать частью этого рейтинга конечно же является вот индекс который существует в рамках оси но эта работа и тоньше и сложнее мы постараемся к форуму который пройдет в первом квартале как раз подготовить определенные наработки по тому чтобы здесь вместе работать по действительно улучшению национального предпринимательского климата здесь сейчас был представлен региональный рейтинг усилий региональных властей по улучшению качества жизни населения мы со своей стороны я понимаю что мы партнерская организация для агентства стратегических инициатив мы в декабре запустили индекс качества жизни в городах это не имеет своей целью установления первых или последних мест мы сделали достаточно гибкий индекс и мы его запустили в 115 городах сделали это вместе со систем чтобы не делать одну и ту же работу если в первом случае то что сейчас мне говорил Сергей Семенович и Светлана как будет это работать и как будет настраиваться этот рейтинг мы со своей стороны сравниваем даем возможность в первую очередь горожанам сравнить как каков портрет потребления рядовой семьи как сравнивается такой портрет потребления в другом российском городе и в других городах городах стран двадцатки стран в некоторых даже азиатских странах мы также считаем что этот рейтинг будет востребован поскольку он будет обладать и конкретными данными которые мы получаем у наших крупнейших операторов данных и он также связан с данными получаемыми в результате опросов мы ведем переговоры со Сбером с тем чтобы часть данных получать от Сбера и в этом смысле наш рейтинг наш извините индекс будет становиться более умным и сейчас это 115 городов как я сказал мы постараемся к концу 2022 года обеспечить индексом не менее 200 городов Российской Федерации делаем эту работу вместе с большим количеством организаций включая и аппарат и секретариат ОСР и PwC и многие другие организации по поводу этого индекса еще что хотел сказать Владимир Владимирович неоднократно мы выступая по нашей повестке городского развития говорили что накоплено социально-экономическое богатство Российской Федерации безусловно должно привести к тому чтобы рядовая семья жила по качеству своего портрета этого качества что это качество было соразмерно или государством входящим в ОСР или передовым или хорошо как мы говорим считаем живущим европейским государством в принципе для этого есть все у нас по многим параметрам включая образование здравоохранения в некоторых городах эти параметры даже улучшают то что имеется в странах Европы но часто мы даже об этом этого не знаем и не понимаем поэтому вот эта работа помимо того что она нам нужна для просто самоощущения она будет приводить к грамотным бизнес решениям мы будем понимать в городах какие проекты в первую очередь инвестировать для того чтобы качество жизни в этих городах менялось и Светлана отметила проект по обучению должен вложить что мы буквально два дня назад закончили проект по обучению городских команд в ста городах российской федерации за исключением москвы и петербурга и имея ввиду что конституция нынешняя конституция говорит о единой системе власти и мы создавали от каждого города команду которая была представлена вице губернатором мэром и другими участниками это пятерка от каждого города 100 крупнейших по численности населения городов это программа публичного администрирования состоящий из 14 модулей которая проходила больше одного года и все 100 команд дипломированы они получили диплом публичного администрирования Московской школы управления мы эту работу будем продолжать и конечно если пойдет дальше работа по образованию и отдельных команд по направлениям социальным образованием здравоохранения и она будет под региональным патронажем мы просим также учитывать этот городской аспект там где мы считаем что мы в настоящий момент наработали серьезные компетенции спасибо спасибо большое пожалуйста Максим Геннадьевич Уважаемый Владимир Владимирович уважаемые коллеги у нас со стороны министерства экономического развития с агентством стратегических инициатив традиционно много точек взаимодействия это и вопросы региональных инвестиций и вопрос технологического развития и социального предпринимательства но вот у нас за последнее время добавились еще еще два новых направления таких крупных первые это вот те самые экспериментальные правовые режимы регуляторные песочницы о которых уже говорилось у нас на сегодняшний момент запущено пять экспериментальных правовых режимов ну как запущено в разработке находится значит из них это значит что приняты соответствующие изменения уже в законы в отраслевые и правительству дано право по ряду позиций отступать от общих правил в рамках своих постановлений где конкретика уже определена при этом по двум из пяти уже подготовлены и согласованы акты правительства они сейчас внесены в правительство значит эти проекты касаются выпуска на эксплуатацию беспилотных такси значит в ряде регионов это у нас Москва, Иннополис и Сириус вот где ну будем уже вот Яндекс обратился с таким значит с такой идеей и соответственно возможно будет после принятия постановления в экспериментальном режиме эксплуатации именно уже в беспилотном режиме этого транспорта и второй крупный проект который у нас на выходе это использование для перевозок тяжелых грузов в труднодоступных территориях при помощи крупногабаритных дронов то есть это та самая беспилотная авиация первый скажем так аккуратный шаг это касается труднодоступных территорий Томской области оттуда пришел проект еще три проекта по ним у нас идет диалог внутри ведомств в том числе это касается медицины телемедицины и здесь мы пока находимся с министерством здравоохранения в диалоге в поиске решений значит что в этот эксперимент может войти и конечно нам здесь участие агентство стратегических инициатив мы всячески приветствуем потому что коллеги эффективные коммуникаторы и понимают нужды граждан и понимают экспертное сообщество экспертизу и понимают предпринимательство поэтому мы договорились со Светланой Витальевной что включим агентство стратегических инициатив в статусе организации предпринимательского сообщества в этот процесс а значит коллеги будут экспертировать проводить анализ и давать рекомендации вот по этим пилотным режимам при этом вот тот проект который сегодня обсуждали тема удаленной дистанционной доставки лекарств и электронных рецептов действительно подготовлен как Сергей Семенович сказал проект закона он найден компромисс между правительством Москвы и министерством здравоохранения он сейчас на заключении в Минюсте повторно находится мы его в ближайшее время внесем в правительство я думаю правительство рассмотрит и уже представит в государственную думу мы тоже это будет шестым экспериментальным режимом который я надеюсь мы быстро запустим ну и агентство стратегических инициатив принесло и свои идеи дополнительные вот о чем Светлана Витальевна сказала идеи не всегда простые там требуется искать компромисс мы возьмем их все в проработку и вместе с отраслевыми ведомствами каждую идею внимательно отработаем вместе с коллегами и попытаемся везде найти решение ну и второе наше новое такое большое направление работы касается Северного Кавказа мы когда готовили стратегию развития Северного Кавказа до 30-го года проанализировали баланс трудовых ресурсов движения людей и значит обнаружили что у нас 160 тысяч человек молодежи в возрасте от 15 до 20 лет дополнительно на Северном Кавказе значит прирастет численность этой когорты и конечно под это требуется развитие соответствующих мощностей образовательных и в первую очередь это среднепрофессиональное образование поэтому мы вместе с Сергеем Сергеевичем Кравцовым вот вышли на идею большого проекта по качественному улучшению среднего системы среднего профобразования на Северном Кавказе мы это рассматривали в рамках стратсессии которые председатель правительства проводил вот и эта идея поддержана и мы здесь тоже исходим из того что агентство стратегических инициатив обладает уникальными компетенциями по как раз повышению качества профобразования соответствующими технологиями ну здесь я у Сергея Сергеевича не буду хлеб отнимать он более подробно расскажет значит как будет дальше двигаться проект но главное что там даже и по финансированию у нас есть поддержка со стороны правительства поэтому это такая реальная возможность действительно качественно улучшить ситуацию на Северном Кавказе именно в среднесрочной перспективе Владимир Владимирович время отнимать не буду проектов много взаимодействий много готов по другим тоже пояснить спасибо спасибо большое я вот попросил вас уже посмотреть по правовому регулированию обращения со строительными отходами здесь есть еще один вопрос который здесь вот прозвучал сейчас когда мы ходили и смотрели проекты тема бесплатное питание в школах есть идея но наверняка тоже об этом слышали создать создавать комплексы от поля что называется до стола до тарелки но для того чтобы на бизнес уверенно вкладывал в развитие этих комплексов инфраструктурных а там нужно на каждом шаге что-то создавать во что-то инвестировать вплоть до того что нужно предприятие по производству сельхозпродукции а потом по переработке строить они должны быть уверены в том что их инвестиции потом значит окупятся и здесь есть противоречие некоторые с 44 фызы потому что нужно в соответствии с 44 законом проводить конкурсные процедуры каждый раз задача она понятна с разных из разных отраслей всплывает часто одно и то же но я вас просто попрошу подумать о возможности совмещения и этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен хорошо спасибо большое но у нас есть обращение идеи бизнеса понимаем где там есть ограничения определенные мы проведем необходимую работу у светланы это возьмите потом данные коллег которые представляли проект спасибо большое сергей сергеевич красов пожалуйста уважаемые коллеги мы плотно в контакте работаем с агентством стратегических инициатив и по тем проектам которые сегодня были представлены здоровому питанию дополнительному образованию одним из действительно эффективных примеров использования работы оси стала программа развития системы среднего профессионального образования в СКФО о которой сейчас Геннадий сказал ключевым вызовом для округа является низкий уровень трудоустройства выпускников всего 34,3% это почти в два раза ниже среднероссийского вызвано это прежде всего дисбалансом между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда например отмечается явная избыточность подготовки кадров по экономическим и юридическим направлениям в то время как крайне не хватает специалистов для сельского строительства промышленности энергетики туристической отрасли на основе разработанного оси регионального стандарта кадрового обеспечения мы совместно с Минэкономразвития главами субъектов СКФО разработали программу поддержки совершенствования подготовки кадров в округе на данную программу правительством уже запланировано один с половиной миллиардов рублей реализация начнется со следующего года кратко перечислю основные направления этой программы первое проведение массовых профилитационных мероприятий для школьников целью мотивации их на поступление действительно по востребованным профессиям и специальностям второе оснащение колледжей в СКФО с современным оборудованием третье дополнительное включение в наш ключевой проект профессионалитет предусматривающий создание флагманских колледжей будет создано двадцать в округе и четвертое это поддержка педагогического корпуса кураторы группы или классные руководители в СПО по вашему поручению с первого сентября получают дополнительные выплаты пять тысяч рублей мы организуем профессиональную переподготовку всех мастеров производственного обучения создадим федеральный центр в округе по подготовке и повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения мы ожидаем что все названные меры в комплексе дадут нужный результат а именно система подготовки кадров будет полностью синхронизирована с потребностями экономики округа что обеспечит максимальный уровень трудоустройства выпускников и даст мощный импульс для развития экономики округа так как развитие экономики напрямую связано с наличием высококвалифицированных кадров спасибо за внимание хорошо сейчас тоже смотрели соответствующие проекты идеи как бы в стройе того что вы говорили лежат так что интересное очень важное направление которое предлагается здесь в качестве отдельного по сути дела пожалуйста репик алексей евгеньевич прошу вас добрый вечер уважаемый Владимир Владимирович коллеги хотел конечно поблагодарить агентство и высказку в поддержку представленные нам сегодня стратегии национально-технологическая и национальная социальная и кадровая и экологическая инициативы также являются стержневой повесткой для деловой России при этом как и вы сегодня отмечали Игорь Иван Шувалов здесь вот все таки все эти инструменты они являются на самом деле следствием самого первого наверное самого успешного проекта национальной предпринимательской инициативы которую 10 лет назад агентство запустило и добило здесь очень серьезных успехов результатов и проектных doing business и сокращения разрыва между лидерами отстающими в части инвест климата в регионах здесь конечно хочется сказать что миссия выполнена так и поэтому да НТИ национально-технологическая инициатива прокладывает цифровые магистрали для новых перспективных направлений о чем сегодня Дмитрий Николаевич говорил но и ведение бизнеса в традиционных отраслях проходит существенную трансформацию запросы запрос бизнеса меняется а оси славится именно тем и вы сегодня обозначали что оси умеет этот запрос слушать поэтому это очень лично персонально интересует я знаю что вы сегодня встречаетесь с коллегами из конструкториума с молодыми предпринимателями за последние десять лет это все у нас изменились не только регуляторные требования и повестка бизнеса изменились сами предприниматели появятся новые лица мы поэтому создали фонд молодежная предпринимательская инициатива с капиталом миллиард чтобы помочь финансировать проекты тех у кого еще нет ну соответственно никакой кредитной банковской истории экосистемы предприниматели без опыта могут создать проект получить знания навыки обрести наставника найти команду это очень такой яркий сильный трек поэтому здесь просил обратить на него внимание и может быть еще подумать над решением нескольких нерешенных вопросов еще в части молодежного предпринимательства это вот наверное все таки то что у нас в законодательстве до сих пор отсутствует понятие молодежное предпринимательство и это не позволяет такой согласованной деятельности по развитию этого направления и не дает сформировать инфраструктуру поддержки молодежного предпринимательства на системной основе я вообще считаю что очень важно это сделать потому что это выведет тех молодых людей которые уже им занимаются вне правого поля из серой зоны защитит их предостережет от ошибок во вторых им нужно немножко упростить работу мы понимаем что вопрос дееспособности он сложный несовершеннолетних особенно но в честь согласия родителей но мы сейчас требуем согласия обоих родителей может быть достаточно ограничиться одним мы сейчас каждое действие заставляем оформлять отдельные доверенности можно сделать одну период временно однотипные действия чуть-чуть проще сделать жизнь ну и последнее знаете очень здорово было бы объединить усилию всех заинтересованных сторон потому что занимаются этим и оси и деловая россия и росмолодежь и конечно минэкономразвитие но если мы создадим какую-то единую систему навигации такое одно окно как успешно работающий редс единое окно для экспортеров такое же окно для молодых предпринимателей им будет легче они поймут куда когда с кем идти с кем взаимодействовать и у нас все получится спасибо большое спасибо надо подумать над этим согласен конечно согласен так коллеги пожалуйста есть какие-то соображения замечания оценки деятельности оси или оценки предлагаемой стратегии развития до 24 года можно владимир владимирович да прошу вас прошу пожалуйста уважаемые владимир уважаемый владимир владимирович уважаемые коллеги мы в опоре россии внимательно изучили документ стратегия развития агентства стратегических инициатив документ понятный структурированный видно что он глубоко проработан и нужно отдать должное прежде всего коллективу оси в создании такого комплексного документа я знаю что и Максим Станиславович Орешкин и Андрей Рымович Белоусов помогали коллективу агентств стратегических инициатив делились своим опытом и документ получился очень понятный что особенно нравится вот одна из роль агентства это взаимодействие с сообществами лидерами для выявления проблемных областей социально-экономического развития вовлечение сообществ и лидеров в поиск прорывных решений мы на протяжении многих лет так и работали с агентством стратегических инициатив все бизнес объединения в том числе по рейтингу doing business в котором пока он работал россия достигла впечатляющих успехов со 120 до 28 места я лично работал по технологическому присоединению к электросетям там мы вообще седьмое место заняли в мире опередив даже Британию что в принципе никто наверное этого не ожидал но это случилось благодаря именно работе сообществ мы готовы участвовать во всех инициативах но хотелось бы обратить внимание на некоторых может быть законодательные или правовые ограничения которые кое-где мешают я начну с национальной технологической инициативы прекрасное вышло постановление правительства 1268 о инновационном софинансировании строительство кампусов в университетах в этом году уже прошел отбор и я сам все мы учились в университетах и жили в кампусах там начинается во многом технологическая мысль но в этом постановлении есть ограничения в это софинансирование могут попасть только регионы где 2500 кампусы 2500 детей ну извините уже студентов я недавно был к примеру в Мурманске и Андрей Владимирович Чибис мне говорил что Мурманск самый крупный город вообще в мире в Арктике но нет у них такого количества студентов в кампусе они не могут попасть в софинансирование я думаю то же самое и у Андрея Сергеевича Никитина который здесь присутствует потому что Новгородская область ну по размерам не может участвовать вот в этой программе мы бы конечно просили вашего поручения чтобы правительство снизило планку либо сделало его каким-то дифференцированным все таки территория территории рознь Мурманская область к примеру и город Москва это разные территории разные условия жизни это первый момент второй момент мы очень долго работаем сейчас над уже несколько лет над тем чтобы изменить закон о создании при университетах научных и образовательных так называемых спин-оффов или по-русски говоря малых предприятий в научно-технической сфере там есть и трансформация делового климата но закон принимался в 2009 году очень многое изменилось и ответственный за него Миноборнауки мы попросили обозначить какие-то сроки когда Миноборнауки внесет вот эти наработанные изменения на прав комиссию и затем уже конечно в парламент российской федерации а по россии недавно делала мы с председателем учительского совета делали Сергею Ренатичем Борисовым бизнес-миссию в Швейцарию изучали как они это делают в Сюрихском технологическом университете и у нас есть и у нас и у наших коллег наработки прошло 12 лет просто нужно какую-то обозначить красную линию когда этот законопроект будет внесен в правительство на рассмотрение теперь если говорить об национальной социальной инициативе вот в период пандемии особенно частная медицина поставила подставила плечо и во многом разделила все весь этот удар который пришелся на медицинскую систему и благодаря принятым мерам обнулению НДС значит нулевым ставкам по лизингу у нас частная медицина хорошо развивается в нашей стране но есть еще одна неурегулированный вопрос у нас по закону об обязательном медицинском страховании который провозглашает паритетное участие участников в заказах у нас все-таки там есть несправедливость тарифы к примеру для частной медицины иногда в разы меньше чем для государственной системы мы считаем что все-таки вот здесь в тарификации по обязательному медицинскому страхованию должно быть рыночная справедливость мы просим тоже это отмониторить вот к примеру экспертное управление президента что происходит на этом рынке по национальной экологической инициативе это очень важно у нас был в июле принят закон об значит ограничении выбора парниковых газов но там есть одна деталь не указано где нужно можно высаживать леса то есть выбросы будут к примеру в челябинской области леса могут быть высажены в краснодарском крае а зачет по экологии предприятия получат нам кажется что все-таки справедливо леса загрязнитель должен высаживать там где производится загрязнение и это люди поймут видя что озеленяется города регионы вот этот законопроект он извините закон уже он требует уточнения по национальной кадровой инициативе опора проводит около тысячи мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности в год в год и кстати вот недавно была публикация исследования джем ну global entrepreneurship мониторинг и корпорация сбер это делает ежегодно у нас в девятнадцатом году интерес к предпринимательской деятельности был рекордным рекордным он вырос в два раза понятно пандемия внесла свои коррективы интерес к предпринимательской деятельности снижается но мы думаем что мы дополнительными усилиями в следующем году восстановим вот те рекордные показатели которые были в 2019 году по развитию регионов и предпринимательству хочу сказать что оси создала вместе с бизнес объединением уникальную платформу за бизнес с минимальными затратами элина леонидовна ее возглавляет сидоренко и сначала силовые структуры очень осторожно относились к этой платформе но увидев что это никакого вмешательства не происходит а именно это помогает им посмотреть обоснованы те или иные жалобы то сейчас эта платформа развивается получает положительный отзыв она была создана по вашему поручению мы бы единственное сейчас ведем переговоры еще с федеральной таможенной службой чтобы она также присоединилась на эту платформу они сейчас внимательно все изучают я надеюсь что им понравятся те механизмы которые заложены в этой платформе агентством стратегических инициатив и бизнес объединениями у нас знаете помните Владимир Владимирович года назад была дискуссия по поводу того что нам мешает очень действие на муниципальном уровне по развитию предпринимательства я хотел поблагодарить сегодня был государственную думу внесен законопроект об общих принципах организации местного самоправления в единой системе публичной власти который во многом позволит к примеру бизнес объединением работать с регионами как с единым целым и транслировать единые стандарты качества уже не на весь регион вот мы Андрей Ремич говорил что такая работа большая начнется прямо с нового года и мы будем очень благодарны правительству за проведение такой комплексной работы мы готовы работать с агентством стратегических инициатив как одна команда как мы и работали интересный проект и с удовольствием ознакомился с ним и будем принимать участие в его работе что касается законопроекта о единой системе публичной власти тут понятно это требование обновленной конституции и мы как раз один из погудительных мотивов как раз в этом и заключался в том чтобы создать наилучшие условия для решения вопросов в том числе и в тех сферах о которых вы сейчас упомянули что касается тарифов на ОМС для частных и для государственных клиник конечно государственные клиники выполняют как правило все таки больший набор услуг осуществляют предоставляют но вы правы по сути это право потому что для граждан то все равно это бесплатная услуга если ОМС платит то для гражданина все равно куда идти нужно идти туда где лучше услугу предоставляют поэтому аккуратненько так без резких рвков чтобы не подрывать не подрывать там какие-то базовые вещи в сфере здравоохранения но двигаться конечно в этом направлении было бы справедливо здесь я не могу ничего здесь логика понятна здесь возразить нечего так коллеги пожалуйста что еще Владимир Владимирович Пороз Сергеевич можно буквально несколько минут да Сергей Иванович пожалуйста Сергей Владимирович спасибо огромное я хотел бы поддержать Дмитрия Пескова его предложение развивать наукоемкие территории мне представляется что его доклад и вот ваши недавние встречи с молодыми учеными и наказ Даниила Александровича Гранина о котором мы говорили сегодня крайне актуальны я подтверждаю это как человек который отработал мэром в свое время города Демитровграда города Росатома о том что потенциал таких городов огромен до конца не исчерпал я напомню всем о том что благодаря лично вашему решению и поддержке Росатома и ФМБА в этом городе созданы крупнейшие в Европе центры ядерных технологий ядерный медицин создан уникальный центр МАГАТЭ но мне представляете о том что вот я сейчас внимательно послушал о том что закрепление статуса и поддержка таких вот инфраструктурных проектов потребует разработку достаточно большого количества законодательных нормативно-правых актов если доверите Владимир Владимирович кто готов как заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе в рамках нашей с вами народной программы заняться этими и другими проектами совместно с коллегами с ОСИ надеюсь что Светлана Витальевна эту идею поддержит тем более что лично вместе много работали реализовали огромное количество проектов когда работал губернатором Ульяновской области поэтому готов достаточно активно заниматься современной нормативно-правовой и законодательной базой спасибо большое спасибо что обратили на это внимание конечно востребовано Андрей Сергеевич вы руку поднимали пожалуйста уважаемые Владимир Владимирович уважаемые коллеги добрый вечер весной на заседании рабочей группы госсовета по соцполитике мы докладывали вам со Светланой Витальевной о старте национальной социальной инициативы я хотел бы просто короткие первые результаты озвучить например по центрам занятости у нас на 40% сократилось время поиска работы доля трудоустроенных увеличилась в два раза а положительную оценку службы занятости вместо 37% тех кто обращался в 2020 году 93% людей стало давать говорю это к тому что национальная социальная инициатива однозначно работает и считаю что это должно быть одним из ключевых направлений деятельности агентства будем всячески Светлану Витальевну здесь поддерживать потому что это прямо сказывается на том о чем вы сказали на качестве жизни людей в регионах спасибо благодарю вас пожалуйста коллеги еще что то все спасибо я так понимаю всех выступивших все поддерживают результаты работы и доклад коллеги членов наблюдательного совета мы поддерживаем ваше предложение о стратегии развития до 2024 года спасибо всем большое спасибо всего хорошего доброго вечера спасибо